друзья всем привет с вами на связи олег российский йога голоса звукотерапия обертонное пение и много других интересных вещей да действительно у нас есть много чего интересного сегодняшнее видео у нас у целительском аспекте голоса именно вот такие вопросы можно ли самому себе помочь с помощью собственного голоса ну в каком-то целительском плане в каком-то плане исцеления да и если можно то как то есть какие практики методы практик много методов много я сегодня вам покажу два простых метода таких простых приема ну точнее один мы с вами сделаем в сокращенном варианте а второй я просто объясню вы сделаете сами уже в своем режиме поскольку там ничего сложного нет и вы сами все увидите здесь мы основываемся на очень простом принципе вот в этих практиках вот на самом деле эти практики не то чтобы мы придумали они идут наверное им тысячи лет они были в шаманской традиции подобное наверняка сто процентов что-то было и в других каких-то архаичных культурах исцеления и духовных практиках они очень интуитивны и здесь основной такой вот посыл на который ты опираешься когда ты делаешь эту практику я доверяю своему телу и той глубинной части которая дошла вот до сегодняшнего дня то есть я имею ввиду весь эволюционный виток который был до моего тела до всех биологические существа они получали лучший опыт выживания и тело в глубине очень хорошо знает что для него хорошо что плохо и вот здесь я просто опираюсь вот на эти вещи значит сразу хочу сказать что это ни в мире не отменяет медикаментозного лечения если в нем действительно есть необходимости и какая-то там трудность телесная проблема зашла сильно глубоко поскольку sound медицина да то есть sound healing это практики превентивного характера то есть такие скорее предупреждающий они работают именно с миром причин откуда берутся эти болезни то есть сначала это какой-то загон в мыслях простите за просторечие да потом мысль связывается с эмоцией потом все это откладывается в тело в телесные напряжения в какие-то сгустки энергии и уже только на самом на самой последней стадии да то есть болезнь уже переходит в физическую стадию то как мы знаем про заболевание вот поэтому если не дай бог до этой стадии уже дошло ни в коей мере не надо пренебрегать традиционными методами лечения они слава богу на этом уровне могут помогать и так конечно перед тем как мы приступим к практике было бы здорово если бы наш голос немножко размять сделать его более теплым каком-то смысле более готовым к работе потому что предполагается что в таких длительных голосовых практиках медитациях либо в там в целительских процессах мы должны быть к этому готовы чтобы просто быстро не устать и спрашивают часто можно ли обойтись без подготовки в принципе можно просто быстрее устанете как я уже говорил да и это чуть чуть сложнее будет делать если чуть-чуть разогреться немного хотя бы до сделать несколько упражнений будет просто легче мы сейчас делаем буквально три-четыре упражнения подготовительных а полную версию подготовки к различным голосовым практикам то есть к разминочная часть смотрите у нас есть на канале youtube в другом видео найдете и так вам нужно пространство можно делать стоя можно делать сидя обязательно прямая спина макушка смотрит вверх если вы стоите то стопы параллельны колени присогнуты базовая стойка почти как в целую все практики которые мы работаем с дыханием за исключением там где специально говорится да то есть везде дыхание идет ну таким вот естественным непрерывно естественным циклом то есть специально никаких задержек дыхания нет хотя в других я за практиках восточных есть те или иные задержки да то есть это происходит здесь мы задержек специально не делаем то есть и стараемся наоборот чтобы у нас цикл дыхания были непрерывные экологичные способы звучания вы также можете найти более подробно об этом в других наших видео экология звучания и множество там таких вот видео медитации где подробнее это рассматривается сейчас коротко напомню значит чтобы звук лучше вшел в тело голова не должна быть задрана вверх ровно или чуть-чуть наклонена вниз на два миллиметра расслабленная челюсть должна быть поэтому мы начали сделаем пару упражнений ну и сам звук в идеале он должен вам нравиться причем нравится не мозгам не на слух чтобы ой какой мне приятный голос и вот как бы не с этой точки зрения он должен нравиться с точки зрения переживания его телом как телесное удовольствие это будет работать намного лучше ну и прием который мы обычно используем просто чтобы смягчить и расслабить бессознательное напряжение которую подавляющее большинство людей есть когда притом когда они извлекают звук это извлекать звук с небольшим придыханием то есть пускать сначала воздух а потом звук да то есть и всегда так то есть это не певческий звук здесь не надо быть певцом для этой практики будет достаточно того голоса которым вы говорите и того слуха которым вы сейчас меня слышите если слышите все нормально у нас все необходимое есть для того чтобы начать солнце пока еще светит чтобы не щуриться буду использовать солнцезащитные очки и так становимся листы или садимся прямо и сделаем несколько разминочных упражнений начнем с шеи мягкие повороты головой в сторону не спеша синхронизировать дыханием не нужно потом мягкие такие вращения в другую сторону чуть-чуть хорошо и вдох выдох с плечами мы разворачиваем плечи как будто бы снимаем груз это смысл этого упражнения но он действительно как перезагрузка идет как разгрузка такая мы как бы сейчас сбрасываем все что какие-то мысли какие-то загоны вообще да какие-то проблемы какую-то включенность во что-то то есть в этом смысл этого упражнения делаем четыре раза и обязательно со звуком как будто бы действительно что-то тяжелое отпускаете то что сейчас нам не нужно и теперь кривлятельные движения разминаем хорошую челюсть буквально совсем чуть-чуть теперь следующее упражнение на челюсть мы руку используем как подставку подкладываем ее под подбородок и рука должна оказывать сопротивление но челюсть все равно должна победить да то есть мы открываем рот через сопротивление можно дать немножко экспрессии чуть-чуть эмоции это всегда так и здорово полезно поднимают внутреннюю огонь вот так еще пару раз замечательно и еще одно движение на раскрепление пространства груди руки на исходной позиции вот здесь возле груди мы натягиваем их назад вот здесь мы натягиваем слегка задерживаем дыхание натягивая про пространство груди немножко вот сжимая здесь руки чуть-чуть напрягая но даже не столько напрягая сколько вот какая я сказал уже натягивая задержка дыхания полсекунды потом выпускаем то есть натягиваем пространство груди еще один раз и будем считать что минимальный такой вот разминочный набор упражнений мы сделали и теперь мы можем приходить переходить к основной практике как я уже сказал мы сделаем первый вариант такого исцеляющего звучания собственного голоса вместе с вами в сокращенном времени вот и начнем мы его вот чего буквально одну минуту где-то примерно нам сейчас нужно быть мягким звуком удобным найти какой-то подобрать удобный тон и просто погудеть погружая внимание в тело и больше ничего не делать и мы сейчас это сделаем с вами и потом продолжим и просто наблюдаем в теле как как там звук себя ведет а а а а и а а а и и Еще пару дыханий. Хорошо. Если делать в полном варианте, то подготовка, подготовительное звучание, его лучше делать минуты 3-4, чтобы глубже было. Вы суть уловили, я думаю, теперь мы делаем то же самое, мы гудим. Но теперь настройка такая. Я вам говорил в самом начале, что вот эти практики такого рода, они основываются на просто вере в том, что тело хорошо знает, что ему нужно, и оно что-то делает. Изначально мы удаем только такую себе базовую установку, что пусть этот звук, который я сейчас извлекаю, гудение, принесет мне максимально целительской пользы. То есть пойдет мне на максимальную пользу. Все, больше ничего делать не нужно. И вот мы как бы отдаемся, что ли, какому-то своему внутреннему целителю, мастеру, шаману, я не знаю, много названий. И вы начинаете гудеть. И в течение 5 минут мы будем гудеть. Да, это сокращенный вариант. Но даже в этом случае вы что-то, я думаю, что успеете почувствовать. В более длительном варианте от 15 минут до 50 где-то, ну, час максимум. Там гораздо больше, конечно, будет. Но вот попрактикуйте, потом напишите в комментариях, как у вас получилось. Ну, после того, как расширенный вариант. Сделайте, напишите, пожалуйста. Итак, мы начинаем гудеть, также точно наблюдая вибрацию в теле, никуда ее не направляя, а позволяя ей направиться и лететь туда, куда она захочет. То есть, возможно, какое-то время ничего не будет происходить, и вы просто будете чувствовать вибрацию как обычно. Но в какой-то момент вы можете заметить, это просто вопрос тренировки внимания, что она начинает где-то фокусироваться. Вот в какое-то место начинает течь. И просто наблюдаем за этим процессом. И все. И сейчас мы побудем в этом процессе, в этой практике, этого гудения, самофокусирующегося звука, ну, 5 минут. Можно делать с музыкальным сопровождением. Сейчас будет идти небольшая такая фоновая, просто монотонная самому. Да, можно просто делать без сопровождения, просто гудеть на фоне звуков природы или даже на фоне городских звуков и даже среди вообще хаотичных звуков. Достаточно сфокусироваться просто на ощущениях, на собственном теле. И поехали. Если в процессе у вас возникает желание там чуть-чуть сделать какие-то небольшие микродвижения, да, там чуть-чуть тело двигается, это можно делать. Больших размашек, этих движений я вам делать не рекомендую, иначе внимание утечет. В поехали. Аминь. 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 Сейчас делаем с вами еще три звука, то есть три дыхания. Аминь. 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 И после того, как вы завершили, дайте себе еще немного времени, 10-15 секунд, просто погрузившись в ощущения послезвучия, который всегда оставляет вибрация. После того, как мы физически заканчиваем звучать, какие-то ее пост-ощущения, пост-эффект всегда есть. И потом делаем вдох и озвученный выдох с плечами. Солнце уже спряталось за гору. Аминь. Я думаю, что даже за эти пять минут у вас получилось поймать какие-то ощущения, как звук собирается в какое-то место. Я, как уже сказал, в оригинале, то есть в полной версии, в полном варианте, эту практику нужно делать минут 15-20, чтобы почувствовать эффект, а лучше дольше. Если какая-то проблема может быть более серьезная, или вы точно знаете, куда нужно, чтобы звук тек, но я про это сейчас расскажу, то тогда можно делать несколько дней подряд, каждый день, по 20 минут хотя бы, потом делать перерыв, смотреть, что происходит. Точной инструкции нет, и в звуковых практиках, наверное, ее, за исключением некоторых вещей, никогда не будет. Это был первый способ, вот такой совершенно интуитивный, да, как видите. Второй способ, это когда вы точно знаете, где какое-то проблемное место, боль, дискомфорт или что-то еще, и вы сознательно направляете своим вниманием, фокусируете там звук. В базовом варианте просто гудение, потому что это самый плотный звук, который лучше всего чувствуется в теле, вы просто направляете его туда. Я еще руки использую, потому что руки, они как направляющий внимания, да, такой вот направляющий внимания очень хорошо работают. Можно там раз в какое-то место и гудишь. В более расширенном варианте можно интуитивно звук отправлять, то есть чувствовать какой сейчас звук идет и переходить там на гласные какие-то звуки, но тоже очень мягко, спокойно. И здесь нужна хорошая чувствительность, которая, кстати, развивается вот на таких живых процессах на наших тренингах. Мы в том числе занимаемся развитием вот этой чувствительности и учимся чувствовать очень чутко звук, да, то есть и чувствовать какой звук вот идет сейчас в данный момент и в это место. Третий более расширенный вариант – это когда еще поддерживаешь это определенной мыслью, настройкой, аффирмацией какой-то. Ну там, например, когда-то давно я занимался в одной школе целительской практики, и у нас базовая настройка была – это чистота, добро, любовь, да. Ты просто держишь как бы в голове вот фокус на вот этих понятиях, ну как ты их чувствуешь и все, и делаешь, да. Можно добавлять что-то подобное, то, что для вас работает в свою собственную практику, вот. И вариант, сколько делать, значит, второй, да, то есть сколько его делать, тоже по ощущениям, но минимум 15 минут, 15-20, чтобы вот почувствовать действительно эффекты, чтобы мозги отключились, во-первых, это самая важная, наверное, часть, и включилась вот эта вот действительно более глубинная часть, то есть чтобы было время на то, чтобы мозг перестроился на другую просто режим работы и вошел в такой более продуктивный, что ли, более ресурсный режим работы, и все получилось. А еще, значит, вопросы такие, а если хочется в первом упражнении, да, то есть в первом поменять звук по тону, да, спокойно это можно делать, если вы чувствуете, что он там что-то занизился или завысился, но не уходите слишком вверх, потому что, как я уже сказал, более низкие звуки лучше чувствуются в теле. На этом сегодня у нас все, большое вам спасибо за внимание, практикуйте, и как, значит, у вас будут результаты какие-то или, может быть, не будет в течение, но уже более длительного времени, напишите в комментариях, как у вас получилось, мне будет очень интересно их прочитать и узнать от вас. Большое вам еще раз спасибо за внимание, с вами был Олег Российский, Йога Волоса на звукотерапии и много чего еще. Я буду с вами прощаться и следовать за солнцем. Адьос, намасте. Звучит песня aujourd' Darrin også. Подписывайтесь на нашем канале. Звучит песня и безостаточной 중국WEA Стояты на ром지и.